В этом обзоре мы снова посмотрим на дерзких и самоуверенных уличных бойцов, по крайней мере они сами себя такими считают, которые имели неосторожность вызвать на бой профи. Сейчас мы посмотрим спарринг между малышом и долговязым монстром. Суть конфликта в том, что это оба студента, которые учатся в одном колледже. Ну и как часто бывает в школах и универах, тот, кто больше хочет самоутвердиться за счет более мелкого. Так и произошло в нашем случае. Длинный чувак со своим другом постоянно троллил и унижал мелкого при встрече. А когда малыш просил успокоиться, гордо говорил, что уже полгода занимается кикбоксингом и не раз дрался на улице и просто его убьет. Мелкому это в конце концов надоело и он предложил обоим кентам поспарринговать в зале, чтобы все было цивильно, без уличного беспредела. Длинный, конечно, согласился. Еще и взял с собой того же друга и пару операторов, чтобы запечатлеть это избиение. Ведь он реально думал, что если он на голову выше и больше, то размажет малыша. Но обернулось все совсем по-другому. После спарринга два побитых пса, конечно же, сразу решили подружиться с малышом. В принципе, как обычно бывает. И узнать, как ему удалось их уделать. Оказалось, что парень четыре года ходит на тайский бокс. Я считаю это отличным способом решать все конфликтные ситуации. Спарринг в полной защите. И душу отведешь, и серьезных травм не нанесешь. А ты как думаешь? Субтитры создавал DimaTorzok Следующий бой у нас очень знаменательный. Боец ММА, который бросает вызов всем фейковым мастерам кунг-фу. Я делал про него бомбовый видеообзор, который ты можешь посмотреть в подсказках. На этот раз уже сам принял вызов от лучшего мастера Вин Чун. По крайней мере, так он сам про себя говорил и подтверждал это своей школой сотней учеников, рассказывая, что не раз на улицах выносил нехороших ребят. Но на его великую беду перед ним оказался не ученик, который просто стоит и ждет, пока учитель покажет какую-то нереальную красоту удара фиолетового дракона и распустившего лотоса на хвосте тигра, а простой рубака, которого достали все эти бесконтактники и их друзья. ММАшник просто перетерпел первую атаку мастера из 20 ударов, посмотрел на него, показывая всем видом, что перворазрядники в подвальной школе бокса бьют сильнее. А потом сделал пару бросков и дал пару плюх, закончив эту баталию на печальной ноте для всех болельщиков в нарядных халатах. Этот видос будет самым смешным. Подражатель Брюса Ли, который занимается Джит Кун До и полностью его копирует, от манеры двигаться до одежды, решил, что в него реально вселился дух бруслика и начал вызывать на бой всех подряд, рассказывая, что не раз проверял свое мастерство на улицах и одержал уже больше десятка побед. Но всеми подряд оказался профессиональный боец Муай Тай. Первый удар нашего Неда Брюсли был очень ярким, хвост дракона в прыжке. Правда, после него Тайец сразу пошел в атаку и дракону пришлось убегать уже с поджатым хвостом, спасая свою жизнь. Но это ему не помогло. Уже через пару секунд первые же удары, а именно хайкик, потушил огненное пламя нашего дракона и он рухнул на канвас, как мешок костей. Наверное, если бы Брюсли увидел такого подражателя, сам бы его придушил. Ну а это классическое видео из разряда «Я уличный боец и всех поломаю». В зал боевых искусств во Флориде зашел парень и на весь зал сказал «Я уличный боец, у которого 20 побед и ни одного поражения на улице. И я хочу драться с вашим лучшим бойцом или нет, сразу с тренером». Тогда вы поймете, что не тем занимаетесь. Я не раз уже удивлялся, почему все хотят победить тренера. Ведь это человек, который уже не занимается спортом на соревновательном уровне, а чаще всего просто для себя, для поддержания формы. А многие и этого не делают, просто держат лапы бойцам и говорят, что делать. Неужели такие чайники думают, что победив тренера, они сами станут тренером и все ученики будут заниматься у них после славной победы? В общем, как бы там ни было, но этот вызов принял тренер по джиу-джитсу. Но наш уличник вдруг заявил, что мы будем только боксировать. Хоть вызвался тренер не по боксу, но все равно боксировать умеет и согласился даже на такие правила. Хотя мне непонятно, как уличник может ставить такие правила. Ведь на улице рубятся кто как умеет и валяются на земле постоянно. Бой был феноменальный. Уличника хватило на пару ударов, после чего он сдох и начал выгребать по полной, пока не упал. Нужно отдать должное тренеру, он не стал убивать наглеца в голову, а бил по корпусу, чтобы просто наказать, а не вырубить. Я догадываюсь, на каких алкашах набил себе рекорд этот уличник. А как ты думаешь, может человек, который не занимается единоборствами, а просто лупит на улице алкашей и называет себя уличным бойцом, на равных боксировать с профи? Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вы увидите эпическую битву между мастером кунг-фу в белых штанах и бойцом муай-тай. А история у нас все та же. В зал муай-тай пришел дядя и всем заявил, что он мастер кунг-фу, который может всех научить великим и секретным ударом, если они пойдут к нему ученики. У него за плечами немало побед в уличных боях, не только один на один, но и против толпы, даже с оружием. В общем, такое простым бойцами не снилось. Это немного разозлило ребят, и один из них предложил проверить навыки своего будущего учителя. В общем, все как в фильмах про кунг-фу. Сначала победи меня, тогда я буду твоим учеником. Наш мастер кунг-фу, наверное, думал, что он заодно и мастер бесконтактного боя. Он просто стал с опущенными руками, активировал энергетический щит и хотел волной внутренней ци отбросить тайца на 10 метров. Но первая же двойка почему-то прошла в голову. А энергощит дал пробоину. Мастер не сдался и продолжил стоять с опущенными руками, начиная произносить какие-то заклинания. Наверное, хотел наслать на бойца заморозку, как субзеро. Но снова что-то пошло не так, и миддлкик четко приземлился в ребра. Сделав пару шагов назад, наш мастер уже не понимал, что не так с его связью с тремя горами Вуданга и вселенским течением энергии. Но пока он над этим размышлял, тип в голову отправил его именно во вселенское пространство уточнять, где был сбой.